Пока в холле университета танцуют лесгинку, на заднем дворе вуза жарят шашлыки. В СКФУ продолжается молодежный фестиваль «Дом дружбы», который проводится уже в пятый юбилейный раз. Форум призван рассказать о культуре и традициях народов, проживающих в крае. Колорит праздника оценил Александр Григоров. Яркие костюмы осетин, гостеприимство абхазов и зажигательные танцы дагестанцев. На фестивале под названием «Дом дружбы» можно детальнее изучить весь колорит Северного Кавказа. Студенты узнали о многих народах из Северного Кавказа и считают, что очень правильно проводить такого рода праздник. Это нам помогает, чтобы знать россиянине, имели в виду народы, которые живут именно в Кавказе. Участники шутят. Из-за многообразия народностей СКФУ во время фестиваля превращается в маленький кавказский Вавилон. Но с существенной разницей здесь легко можно найти общий язык. В стенах вуза форум проводится уже в пятый юбилейный раз. Более 80 этносов Российской Федерации, представители более 50 иностранных государств. Но здесь и во время учебы, и во время фестиваля это единая студенческая семья, которая смотрит, делится, обменивается культурой друг друга, познает культуру друг друга. Разные культуры, разные конфессии. И они позволяют лучшим узнать друг друга, людям разных национальностей, понимать, в чем каждое их различие. Неизменным остается и формат праздника. На форуме несколько площадок. Межэтнические тренинги, карнавал национальных блюд и традиционная ярмарка ремесел. Ну и какой же праздник на Кавказе обходится без шашлыков? Как и лесгинка, это неотъемлемая часть каждого дома дружбы. Кстати, организаторы подсчитали, что за все время проведения фестиваля шашлычников в общей сложности было приготовлено и съедено более одной тонны мяса. У каждого шашлычника свой фирменный рецепт. Его обычно держат в строгом секрете. Щепотка любви, маринад и все. И плюс умение готовить его. Обучал своего папы. Отец профессиональный повар. Иду по его стопам. В этом году фестиваль стал еще более масштабным. И в нем приняло участие рекордное число студентов. А праздничные площадки развернулись не только в главном корпусе университета, но и во всех его общежитиях и филиалах. Традиционно мы считаем, что около 8 тысяч студентов тем или иным образом задействованы в мероприятиях этого фестиваля. Фестиваль «Дом дружбы» будет продолжаться 4 дня и завершится галоконцертном, посвященном Дню Народного Единства. Александр Григоров, Иван Филиянов, Ставропольское телевидение.